Так, ну шо, мы уже на даче, скупились, будем чистить бассейн, сейчас будем фильтр устанавливать. Третий заход на дачу, мы все еще варимся с бассейном, купили песчаный фильтр, купили лампочки на второй этаж, люстры купили на второй этаж, ну и разного, разного, разного на дачу, с Леной готовимся к переезду. Да, сейчас еще заедем в холодильник, заберем, и едем настраивать бассейн на даче. Поехали! Так, люстры купили, сейчас покажем вам, что ты, наверное, в дом заноси, давай я занесу. Холодильник, наконец-то, купили, будем теперь, будем теперь холодить. Сейчас я тогда отнесу. Что, прям сразу, ну, тент купили для бассейна, такой вот, накрывать, давайте посмотрим, сейчас покажу, что тут фильтрует он, все, ну, видите, вот эти, вот этого всего не будет, когда тент накроется. Надо сейчас попылесосить все со дна, поубирать и поставить хороший фильтр, и сейчас будет вода просто кристально чистая. Сейчас тут будут делать опорную стену, но, блин, я вам никак не могу снять видос про дизайн. Может, вам показать кадр, как будет опорная стена здесь выглядеть? Блин, ну, тогда я спойлерну дизайн вам ландшафтный, я хочу это отдельным видосом вам показать. Ну, ну, в принципе, давайте покажу, как будет стена. Вот, смотрите, вот картинка, вот такая будет стенка здесь, вот, а пока она выглядит вот так. Это трубы, электрика, канализация, все тут. Я уже купил плитку во двор, короче, скоро двор сделаем. Нам так не хватало холодильника, мы сюда приезжаем отдыхать, вроде бы все классно, за исключением того, что лето сейчас жарко, а напитки все теплые, и негде их охладить. Поэтому пришлось купить холодильник. Так, мы купили песчаный фильтр, мощный, сейчас буду устанавливать его на бассейн. Сюда. Конечно же, мы не ездим отдыхать без икуры, заказывайте у нас пиццу-суши-чернигу, ссылка в описании. Погнали, заносите. Есть! Смотрите, такой вот мобильничек. Опа, и все. Зашел такой, короче, на дачу, приехал, открыл, бутылочки с квасом закинул. О, Лена вкусняшек набрала. Все в холодильник теперь. Рыба. Покажи рыбу. Что такое? Правильно, питание. Квасочек. Пуля вообще. Так, второй этаж. Сейчас нам надо, тут уже должны закончить на этих выходных, и мебель завезут нам. И сейчас нам повесят светильники. Самое главное, самое главное, что у нас здесь уже готово, это вот. Это роутер, интернет, за самое главное. Сейчас повесят нам люстры, кондиционеры тоже. И тут мой компьютерный стол поставить. Так, значит, это люстра не наша, белая или... Не, белая это Данилу. Это нам коридорчик, люстра. Вот сюда электрику оставить. Такие вот две у нас будут над лестницей. Вот сюда поставим электрику. И одну Данилу давай. Сюда вот. Опля. Ну все. Итак, спустя еще один день мы приехали. В общем, вся муляка осела. Мы купили, значит, такой вот сачок, стой. И купили вот такой вот пылесос. Сейчас на дне по пылесосим, и должна быть вода идеальная. Короче, собрали такой вот пылесос. Входят, палку собрал. Вставляется у нас сюда. Вот такая вот вот штука. Сюда вставляется такая штука. И подключилась сюда жутку. Там разные есть насажи. Потом вот это берешь. Вот это. И тыкаешь. Вот так она качается вниз. Вот туда. Так. Еще раз убираем все с поверхности. Вот этой сеточкой аккуратненько. Потом подключаем фильтр. И убираем все со дна. Главное не расколошматить. Но оно, в принципе, нормальным фильтром все хорошо прогонит. Потому что там сказали, что это стандартный фильтр. Это не фильтр. Это... Е-мое, мне предстоит вот это все собрать сейчас. А если я что-то не так сделаю? Не будет работать. Так, ну это понятно. Или он собран? Так, это сюда. Так он собран. Только зачем такая инструкция большая? Хотя разберемся. Ну, по-моему, он собран. Блин, а у меня тут нету вообще инструмента. Отверточка нужна. Так он собран, глядь. Оно... Тут же должно что-то откручиваться. Видимо. Наверное, вот тут откручиваться. Надо отвертку нести. Вам понадобится отвертка. Аккуратно достаньте все детали из упаковки. Проверьте, все ли цело. Если какие-то детали поражены, немедленно поставьте об этом здесь от продавца. Песчаный фильтр следует поместить на прочном, ровном основании. Лучше всего на бетонном блоке. Расположите песчаный фильтр таким образом, чтобы подрубки так понятны. Загрузите песок. А, ну все, он собран. Все хорошо. Надо отвертка. Просто был отвертки. Настройки нет отвертки. Отвертка откручиваем. Полностью зажим. Сейчас надо засыпать песком. Не, ну все. Тут, в принципе... Сейчас только все установить надо будет. Буду, короче, разбираться, пацаны. Но вы не теряйтесь. Так, высыпаем вот такие вот шарики. Шарики можно чистить, короче. Что, реально? Трамбовать вот это прям? Ну не прям, но насыпище. Блин, фиг ее знает. Это же, типа, определенное количество должно быть. Наверное, чтобы еще фильтр не накрылся, чтобы... Ну пока так. Так. Я почти собрал. Первая трубка уже есть. Это закрутил. Главное, я вот не перепутать краны никакие. Последняя трубка, которую закручиваю. Я еще не знаю, как он работает. Что, куда вставлять. Я вроде все где-то интуитивно, где-то по инструкции. Инструкция голимая. Вообще, нифига не понятно. Ну реально, много чего не объясняется. Прокрутилось. Много чего не объясняется, много чего догадываюсь. Так, это мы догадались. Вставляем сюда трубку. Все же должно, понимаете, правильно работать. Тут же, смотрите, три выхода. Все, ну для меня краны все одинаковые. Какой надо закрыть? Какой куда? Подсоединить. Тоже вот это все важно. И потом, как же он правильно работает. Тут же еще надо запустить его правильно. Боже, тут же, смотрите, куча режимов. Есть промывание, циркулирование. Вот, циркулирование, пуск. Короче, надо запускать. Надо. Я рассчитывал, что я приеду, рабочим отдам, они все сделают. Приехал, тут никого нету из моих рабочих. Поэтому приходится все самому. Так, ну и осталось вот этот кран. Он точно идет сюда. Я он по картинке вижу, где-то тут я видел. Он точно идет. Где-то я видел на картинке. Вот. Тут точно кран сюда. Дальше сейчас буду уже разбираться, гуглить. Потому что в инструкции нету, куда какой наконечник. Целый обряд только что был отключения старого, подключения нового фильтра. Лена там пальцем заткнула дырку, чтобы вот это не выливалась вода. Этот отключили. И капец с него вода. Просто трэш. Давайте посмотрим, какой сейчас фильтр. Он спустя несколько дней тут циркулировал. Просто посмотрим, какой он грязный, не грязный. Вот. Ну, посмотри, этот не фильтр такой. Он уже забитый весь. Но его чистить надо. Вот приблизительно так вот циркулировал. Такая вот грязь. Но он мало пропускал. Очень мало. Мы его, конечно, никуда не выбрасываем. Мы найдем ему применение где-то. Так. Ну, а теперь надо правильно запустить сейчас этот. Там целая инструкция. Сейчас этот мы уберем. Пока. Так, ладно. Сейчас я почитаю инструкцию и буду его запускать. И подключить фильтр, Лена. Но сейчас самое страшное. Ой. Включаем? Я его сам собирал. Ты веришь мне? Я отходи. О, пошла, пошла вода. Он же обратная промывка. Наружу шла, да, правильно? Так, ну что, я подключил пылесос. Вроде убираем. Созна сейчас. Чуть, конечно, мы подняли, но там на дне просто все было. Сейчас пылесосим. Потом включу циркуляцию воды. И нужно вот этот весь песок. Ну, не песок, а вот эту флору вот эту все высосать. Потому что, ну, до этого фильтр не работал нормально. Не было таких. Да, тут и песка много, мне кажется. Ну, не знаю. Ветер же поднимает сюда. Да, чтобы она падала. У нас же в беседке много песка. Ну, по крайней мере, сейчас уже на дне ничего нет. Я уже почти все убрал. Вот тут еще. Не, ну я вижу, вижу. Ты именно так води по нему. Сейчас сначала первая часть, потом по чистому еще. Короче, я запустил фильтр. Почистил бассейн. Все равно, мол, поднялся. Мы купили тент. Накрили тентом. Все. И пускай ночь поработает. Завтра утром поеду, посмотрю, какая будет вода. Честно, я очень жду сюрпризы. И очень жду, чтобы вода была кристально чистая. Я пока не хочу купаться, пока полностью не настрою бассейн. Я уже полностью его дезинфицировал. Провел все химии, все нужные этапы. Ну, все сделал для того, чтобы он был чистым. Купил хороший фильтр. Все, он сейчас ночь поработает. Я очень надеюсь, я очень долго мучаюсь с ним. Просто это мой первый опыт. Я сам все делаю, поэтому я все равно. дойду до результата. Завтра едем смотреть. Так, ну что? Всю ночь работал вот этот. Всю ночь работал фильтр. Сейчас будем проверять. Очень интересно, что там вообще про фильтры. А водичка выглядит прикольно. Иди с той стороны. Сейчас посмотрим. Аккуратно, аккуратно. Давай, поднимай. Ну, уже получше. Не идеально, конечно. Ну, получше. Смотрите. Смотрите, ну уже чистое, да? Чистое. Сейчас с одной я поубираю. И теплое очень. Смотрите, ну уже чистенькая водичка. Ну, правда. Ну, что, друзья. Я уже целую неделю с этим бассейном вожусь. Вот этот уровень PH. Хлорирование. Уже фильтр купил. Уже тент купил. Уже там целый день с этим сачком бегаю. Короче, я устал. Сейчас едем смотреть. Ну, что вы опять вымазались? Вы думали, будет переход? Но нет. Короче, сейчас едем смотреть на бассейн. Если он не идеально чистый, пофиг. Короче. Потом, может, еще как-то процесс этот перезапущу. Потому что это нелегко. Там надо вот это... Я химию плохо знал в школе. Там надо вот эту формулу высчитать. Сколько налить миллилитров PH. Потом, сколько налить... Сколько там надо таблеток... Там, мини-хлор. Потом, там, таблетки супер. Еще какие-то. Ну, короче, там целая система, реально. Так впадло в этом... В это, как бы, внедряться. Ой, не. В это погружаться. Не, в это как-то вникать. О, подобрал. Как-то впадло в это вникать, честное слово. Но я целую неделю им занимался. Короче. Данька едет сегодня на дачку. И, в общем, уже пора купаться. Я уже, кстати, купался. Вот где-то отрывочек сейчас. А у мой участок заедет, манипулятор? Вот. Ну, вода была не идеальная. Потому что, во-первых, когда снимаешь тент, наверху прозрачно-чистая, а на низу вот эта микрохлора, или как она называется. Я пытаюсь пылесосом все это убрать. И пока я убираю, мул поднимается наверх, и она опять становится зеленой. Не могу я убрать аккуратненько, чтобы она не поднималась. Ну, это, может, не за один раз. Может, надо долго-долго. Я не знаю, первый раз у меня бассейн, поэтому... Вот. Но я думаю, что я приду, потому что вода будет чистая со временем. Я по-любому добьюсь кристально чистой воды. В общем, сейчас едем на дачу. Думаю, там уже плюс-минус она должна быть нормальной, потому что мы вчера четненько сделали шоковую дезинфекцию ей. И она должна быть чистой. Все, Данька, я сейчас гречку вот эту кушаю, и мы едем на дачу. Полетели купаться в бассейне. Приехали мы на дачу, как бы погодка прям шепчет нам влите нафиг отсюда. Да не шепчет, она прям нам угрожает. Вот, посмотрите на это. Ну, я сейчас заезжаю во двор. Я надеюсь на то, что дождик пройдет, и мы... О, Боже, что происходит? Надо сейчас срочно отключать, наверное, фильтр. Потому что сейчас гроза как долбанет. И мало не покажется. Работает, фильтр работает. Ну, надо, наверное, отключать, забирать переноску сюда в ангар. Мы приехали купаться, а у нас вот такая поможет. Смотрите, какая чистая. Такая как надо, прозрачная. Померим уровень pH. Я просто померил уровень pH, и он был другой. Не такой, как надо. Мы понизили его. И хлора добавили. Прохлали, прохлорировали. Ой, Боже, когда мы уже покупаемся? Я, по-моему, уже 20 выпусков снимаю, как я настраивал бассейн. И ни разу еще не снял, как я купаюсь. Еле держит мой тент. Ветер сильнее. Построил такой вот домик. Должно разгореться, все четко. Что-то пошло не так. Или все так. Это, по идее, должно гореть. Все сухое. Дерево сухое. Все пошло. Купаться? Сейчас солнце выйдет, будем купаться. Сейчас я обратно подключаю фильтр. Все. По-моему, тучи ушли туда, куда-то. Давай. А давай сам. Ты сможешь, ты справишься. Давай. Прыгай. Перепрыгивай, давай. Давай, давай, пробуй. Ну, да, Аня, ну... Не буду из него дела. А не, все хорошо. Да. Выпачкался? Ну, ничего, сейчас в бассейн тебя закину, будешь чистеньким. Возвращаем переноску. Надеюсь, больше не будет. От дождя. Все. Пошел. Работает. Видите, я колышки позабывал. Кольцо сорвал. Видите, как хорошо спасает тент от всякой грязи, дождя, мусора. Накрыл, и все хорошо. Сейчас, Даня, чуть-чуть пускай солнце выйдет, хоть просушит тут все. Я сниму тент. Со дна мы чуть-чуть поубираем мул. Но вода самая прекрасная. Ну как, нормально жар? Да нет, вообще мало. Я бы сейчас так раскидывала. Мало жара? Можно еще так кидать. Я накупила рыбу. Да, рада. Ну что? Ну уже тепло. Давай. Класс. Ой, не брызгай так, зайчик. Классно? Да. Попейте, как я. Ну что? Моя очередь. Еще чуть-чуть, конечно, надо будет его почистить. Не идеальный он. Но, тем не менее. Я сделал все, что в моих силах было. Только не брызгай. Данике нравится. Что у нас по температуре воды 30 градусов. Идеально для ребенка. Давай, прыгай. А зачем? А холодно, нет? Да, холодно. Знаете, что еще хочу сделать? Хочу еще такую горку. Высокую сделать. И сюда спускаться. Фух, аквапарк. Если лайков поставите, я замучу. Своими руками что-то. Но если своими руками, тогда будет что-то ненадежно. И тут бассейн я полностью за ним ухаживал сам. Лена пришла. Здравься? Да. Ну все. Смотрите, мы воду расколошмать или. Флорка уже начала работать. И вроде уже бассейн чистенький. Я еще промывку сделал этого фильтра. Тут есть несколько режимов. Это фильтрация. Это промывка. Это циркуляция. А это выкачка. Короче, что же что-то там делает. Я прочистил, вода чистая пошла. И вроде как уже более-менее прозрачная. Ну, не идеальная. Ну, я думаю, еще несколько дней. Еще похлорируем и будет вообще бомба. Ну, вроде всю грязь я отсюда уже убрал. Теперь можно заваливаться сюда с ночевочками. И вообще музыка играет. Короче, из-за того, что была плохая погода, интернета нету на даче. Заряжаю квадроцикл. Едем сейчас ловить сеть, чтобы выложить фотки в инстаграм. Садись. С Данькой едем. Будем... Будем оконай хорошо истить, а-а-а-а-а. Это Даня уже подрос. О, смотри, тоже квадроцикл. А у нас куриц? О. А дай мне ехать, а у нас. Ой-ой-ой. Куда ж ты заехал? Путиц. Не, ну это не электрический, это... С двигателем. Ну еще купим тоже. Ключай вперед, выворачивай руль. я боюсь мужик да не остановился маме цветочек сорвать давай я пока друга твоего подержу пошел цветы рвать маме да другое надо ехать я тебя понял сынок ну нету значением другое место приехали в другое место сейчас даня будет искать цветы но вот эти может желтенькие рвать равно мы ничего другого не найдем а вот смотри фиолетовый он он прямо по курсу иди иди к нему не бойся мама посмотрит потом видео оценит как ты пробирался сквозь тернии давай сыночек давай буду держать и ты будешь ехать ну все маме цветы купили давай один потому что два нельзя ты нет все ты будешь держать ложи все выезжаем уезжаем едем домой держусь крепко сынок держусь держусь цветок давай ахая вышло до сих пор в бассейне а ты чё не хочется классно классно я сделал ну я я все сам делал все сам делал все своими руками вообще классный блин лен смотрите цветов надарили амброзия ли ну куда ты в бассейн давай в вазу надо да сынок все девчата накупались теперь у нас вечерняя трапеза не хотят уезжать готова тесночок и останется самый главный балдежник сидит решена спрятала рыбу не будем холодильничек у нас тут я уснул на лежаке и все ушли купаться на речку не бассейн бассейн кстати уже накупались блин не знаю я сколько его не чищу как его сделать он полностью прозрачный был он вроде чистенький но не кристально чистая вода но видно а все равно какая-то мутненькая чуть-чуть не ничего я хлора еще таблетки супер добавил прозорить добавила прозрачность профильтрует за ночь и фильтр еще почистил прогнал надеюсь что на следующий день уже будет вообще четко короче погнали на речку посмотрим что там малые и взрослые пока на расслабоне ночи не бойся небось небось не обращай на нее внимание зачем тебе на рукавники тоже еще будешь плавать так как тебе привести как писти окей одень даже там видно мне что ты заяц самых последних сил я замер как и весь все что сейчас мне остается не грустить теперь ты моя рыбка еще тебя среди сети какой апокалипсис мы попали друзья рад лупит дождь а вот и запланировал я ночевать на даче как завтра ночевать посмотрите что происходит все машины стоят с аварийками потому что рад лупит сейчас деревья падают ураганище такой дикий а мне еще в инстаграме писали что во львове вот день назад ну ролик выйдет месяц спустя такой ураган прошел что трамп да еще не видно видно да едем все прекрасно ну мама ли что встать ну все люди дураки все встали блин посмотри что встань нам очень так что-то на дерево свалилось я не знаю встань нам надо выехать с посадки хотя бы где-то в поле встать ну ты ж не встанешь тут сейчас дерево упадет на тебя и все посмотрите встань посмотрите что творится прошло это надо ехать беда лена и надо переждать ну а стоять что ладно меня лена убедила постоять вот такая вот у нас за верю к прикиньте только же солнце было на улице на 9 вечера но все равно машины все стоят на обочинах деревья падают просто мы сейчас переждем это все дело треш